Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Доброе, мокрое утро. 1 сентября. Здравствуйте. Природа рыдает. Дети пошли в школу. Родители рыдают вместе с ними. В студии Радио Болткома программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукрежиссер Евгений Копеев. У нас сегодня два гостя в студии. Боже, это первый раз за последнее, я не знаю, сколько времени, потому что была пандемия, можно было там по одному как-то. Ну, всё было с ограничениями. Я, наконец, могу вас пригласить. Я очень рада, что вы вместе пришли, несмотря на то, что у вас двое детей, которые пошли в школу. Это вилла-театр Инга Альсиня, которую я знаю как Ингу Альсиню уже очень-очень давно, когда мы ещё возили спектакли Ново-Рижского театра в Москву. И её муж, и соратник, и вообще идеолог, я так понимаю, всего, о чём мы будем сегодня разговаривать. Да, доброе утро. Привет. Да, пожалуйста. Ну, Калвис Ласмарис. Да, а то я так сказала привет и не назвала слово, и не назвала имя. Извини, пожалуйста. Итак, я договаривалась с вами, что вы придёте в конце сезона, расскажите, что у вас было. Потом мы решили, что всё-таки будет правильнее начать сезон. И вот сегодня так сложилось, что 1 сентября, в общем, открывается сезон осенний, а с ним открывается, в общем, и театральный сезон в какой-то степени. И мы сегодня с вами, с двумя прекрасными молодыми людьми, молодыми родителями, молодыми творческими личностями, продюсером, актрисой, вы придумали театр свой. Когда вы это сделали? Расскажите мне, пожалуйста. Знаете, знаешь, как, по-моему, уже сбился в этих годах в каком-то степени. По-моему, 2019-й, получается, 3 года. Ну, это было перед пандемией. Да, перед пандемией. Буквально за пандемией, да? Вообще-то мы такие... Вот, я думаю, нет, полгода перед пандемией. Потому что, я помню, мы сыграли 5 спектаклей, и всё закрылось. Всё, то есть вы зашли зимой в виллу Стрицка. Да, зимой, 2000, получается, 19-го на 20-й. Да, вот, да, 19-го года начало было. Я помню, что, по-моему, в марте у нас был пример рассказ «Одной любви» Листас Парми, Вариса Пентиса. Этот спектакль мы сыграли раза в 5, наверное. Началась пандемия. Она, наверное, продолжалась до лета. Но летом у вас был фокус. Вы могли выйти на улицу. Летом мы с театром «Дайллс», наверное, были единственные, которые ещё старались что-то делать в этом году. В 20-м году, да? Да, энтузиазма у нас было, ну, очень много, я бы сказал. Нет, действительно, потому что тоже и всё началось очень так... Ну, все эти обстоятельства, они так сложились, что у нас была такая хорошая, по-моему, почва, чтобы вообще продолжаться, и нам всем хотелось это делать. А вас было много, когда вы придумали это всё? Нет. Нет, у нас вообще всё как-то началось с того, что как-то я был знаком, ну, через Ингу, конечно, я познакомился с, скажем, людьми с Нового Рижского театра. С акционами вашего поколения, вашего курса, да? Да, да, да. Они стали даже, скажем, у нас есть какие-то некоторые ритуалы, скажем, мы едем велосипедом или это... Ну, то есть они стали такими хорошими, даже, ну, знакомыми, друзьями, и вот как-то в этот момент один, когда одна часть осталась, вторая не осталась там, да, мне как-то сказалось всё-таки нелогично, что, ну, скажем, что такие профессиональные люди, которые имеют своего зрителя, которые, скажем, остались без работы не из-за того, что они, там, не знаю, выпивали или что-то плохо делали, да, да, просто так сложилась, ну, ситуация, да, в жизни. И поэтому как-то, я помню, я позвонил Варису Пинтису и говорю, Варис, слушай, ну, вот ситуация, ты сам понимаешь, давай, может, что-то мы можем придумать. Он мне спрашивает, где? Я говорю, ну, давай я подумаю, где. Окей, и как-то, как-то нечаянно я прочитал в DNS Business, что Мартинш Мелаус как раз такой открытый и, ну, скажем, ну, готов сотрудничать в всяких, ну, вариантах насчёт виллы, фонстрицкая вилла. И это казалось очень хорошее место такое. И как-то вот я Мартиншу позвонил, он сказал, да, конечно, супер, это тоже идёт, там, это, ну, скажем, лицо такое только, ну, надеемся, что виллы станет всё лучше. И как-то вот это всё началось. И потом так быстро и кончилось. Ну, со всеми пандемиями. Потому что вы только успели вздохнуть, и началась пандемия. Да, 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 именно, да. Но я хочу сказать, что тот год вообще был очень, вот для меня, я попала тогда в жюри тоже премии с 5 миллионов акций и стала открывать в себя новые, неизвестные мне названия театров тогда. И тогда Элмар Синьков заявил о том, что он открывает свой независимый театр на базе курса, который тоже захлебнулся из-за пандемии, собственно. По-моему, Резия Калнини там что-то было. Да, Резия Калнини ораторию начала открывать. Да, Квадри Фронс. Квадри Фронс тоже тогда только-только стали набирать. Да, да. И всё это как-то вот... Ещё, по-моему, был Мэйк Шанс, Леби, тоже музыкальный. Мэйк Шанс объявил, объявил о новом театре буквально в начале марта. Да, 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 я помню. Это было пять в одном. Да, вообще. Это был такой сезон, который как бы обещал очень много интересного. Будет, да. Я думаю, это было во всех сферах, многие, как бы, потому что я помню, как бы, действительно, два мира перед тем, потому что в те вот девятнадцатый год, я помню, я ещё думала, что как бы, как вот мир на тот момент был. Мне казалось, что ты можешь дать любое, любую вещь, любой продукт, как бы, и его скушают. Ну, даже несмотря иногда на квалитет, но как-то все были такие, ну, что ещё, что ещё, как бы, так, ну... Ну, то есть, мне кажется, это набралось с двух сторон. Набрались люди, которые набрались храбрости делать независимые проекты, музыкальные... Нет, ну, в любом случае, нет, ну, я думаю, что это вполне нормально, потому что прошло какое-то время, были, вот, не знаю, независимые театры, действительно, по-моему, даже если сравнить, вот, ты говорила, что сейчас в Литве, да, параллельно в жюри, по-моему, даже я в тот момент смотрел, что даже в Литве, в Вильнюсе, который маленький сравнительно всё-таки с Ригой, да, город, там были независимые театры, по-моему, семь или восемь на тот момент. Это, ну, это не считая ещё, ну, там, национальные, большие, да, но в Латвии, как-то вот в Риге эта ситуация, ну, мне как-то казалось, что, ну, ладно, есть Дертруд, Силс Театр, Силс Театр... Вполне правильно ты сказала. Ну, и, конечно, и плюс ещё Рига, которая, ну, Латвия, ну, где, по-моему, театральная всё-таки такая, это общество, которое это хочет, скажем, оно большое, ну, такая традиция уже довольно, ну, старая, да. Да, и казалось, и, наверное, не только нам, ещё вот людям, да, что пришло время всё-таки что-то так делать, ну, видите, что, вот, казалось, на очень маленькое время нам всё это. Ну, да, не дали нам разгон сделать. Дали разгона, да. Сейчас только можно думать о том, как было бы, если было бы, но мы как-то вот... Ну, хорошо, вы пошли в Виллу Стрицка, которое здание такое очень интересное, которое само диктует какие-то решения визуальные, да, для спектаклей, и вы решили делать там спектакли, и вы же сразу выпустили несколько, я так понимаю, да, подготовили несколько спектаклей, у вас прям был готовый репертуар на этот первый сезон, и вы с этим репертуаром вышли летом на улицу. Ну, в ту сторону, я бы сказал, да. Да, 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 ну, по-прямому, да, да. И у вас же были полные залы на улице? Да, были. Были, были, да, 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 нет, ну, там было, как бы, да, хорошо. Ну, сколько можно было, столько сажали, да? Да, 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 потому что опять, как бы, пришла осень, и опять всё засажалось. Не, ну, знаешь, как, конечно, важно и то, что, ну, скажем, мы были летовики и молодые, я думаю, ну, нас в тот момент... Ну, да, ну, да, остались, мы всё, у нас точно вторая молодость, я так очень надеюсь, что сейчас будет, но в любом случае мы, ну, в тот момент, конечно, из-за такой, из-за, ну, я бы сказал так, нам был достаточно в тот момент такой, не то, что знаменитость, это неправильное слово, но как-то о нас говорили. Вы стали узнаваемые. Да, мы стали узнаваемые, по-моему, мы даже обстигли наших, вот в тот момент, скажем, тех, кто ещё что-то делал, да, мы действительно как-то нам вот все, скажем, не знаю, там... Нет, ну, был и энтузиазм, я помню, как бы там тоже работал ресторан, как бы, и мы вот с Аткачуном Роландосом и с моим коллегом Гатт из Гага, мы же ходили на репетиции там полдевятого, даже с утра, потому что... Да, перед рестораном, мы там ещё репетировали... Это когда вы делали спектакль, четвёртый суток, да, мы репетировали, я помню, и ходили уже бармены, там, ну, начинали уже своё утро, поставляли там, ну, эти кресла и всё такое, а мы ещё как бы доканчивали, и так, ну, как бы был такой... Да, и параллельно, я даже помню, тем летом, как-то снаружи Роландос, Аткачунс, работает над... А, извини, и с зонтиками даже репетировали, потому что пришёл дождь. Да, да, и работает над этим спектаклем, внутри Джилленджерс у нас делал петушки, да, этот спектакль. Да, 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 ну, это была такая звёздная история, со звёздными артистами. И знаешь, и я вот, скажем, как продуцент, да, я помню, один как-то день, около двух, или даже немножко быстрее это может было, Инга как раз с Роландосом кончают репетицию, там бармены, все несутся во все стороны, сейчас должны открыться, и приходить люди уже, там, не знаю, кофе пить и так далее, Джилленджерс как-то стараются закончить. У них был генеральный... Генеральный, да, и я просто сидел, и я думал, вот как вот ещё сложнее я бы мог... Нет, там было ещё, помнишь, там приехал этот большой, большая машина, кончилась вода. Да, приехали, они там качали воду ещё, электричество, ну, помнишь, мне было, там было как бы всё вместе, вообще такое... Всё противоречило вашей работе. Не, всё как бы с одной стороны противоречило, но с другой стороны, ну, настолько, скажем, там было как-то в один момент этой энергии, и как-то, скажем, как-то, ну, надо было стараться с нею разобраться, её проконтролировать в каком-то степени, да, что, не, весело, сейчас я помню, действительно, был, ну, я так думаю, что, ну, если сравнить вот с тем местом, где мы сейчас, вот это, наверное, мы об этом ещё будем говорить, да? Сейчас поговорим, конечно, куда-то пересказывать. Это такая ночь и день, да, это, ну, но в итоге я бы сказал всё-таки, что если хочется так думать о театре, тогда, конечно, что правильнее всего есть тогда, когда в каком-то конкретном помещении театр — это приоритет над всем другим, не может быть как-то иначе, и поэтому как-то вот мы так, может, немножко... — Перевинулись в другое место. — Да, перевинулись, да. Но в любом случае, я бы сказал, вот как мы начали, как, скажем, ну, если так можно сравнить, как студенческая жизнь для нашего театра в Вилле, она была просто богема. — То есть она была богема студенческой, несмотря на возраст участия, да, потому что, если мы скажем про тот спектакль, который «Петушки», всё-таки там уже актёры были совсем не студенческого возраста. Это был Мартин Швилсон, и Айгарс Вилэмс приезжал из Вайнера, да, 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 так серьёзно там было. — Да, то есть это, конечно, был прекрасный такой тоже эксперимент, как актёры, которые совсем звёзды-звёзды другого поколения приходят и работают в таких же условиях, да? — Не-не-не, но как они все, ну, как бы, как они, ну, по-моему, насколько я помню, высказались, ну, это, конечно, это, ну, совсем, ну, другой формат, который, я думаю, в любом случае каждому актёру идёт только на пользу, какие-то новые опыты. — А Дита Лурини у вас делала музыкальный спектакль? Это был гостевой, или вы тоже его продюсировали? — Ну, это было так, что можно сказать в каком-то степени, да. Он начался с того, что Виллы, Каспар Сролштейн, Эдита Лурини, они, скажем, там, ну, договорились о том, что это будет там происходить, и как-то как раз, и мы туда пришли, и как-то казалось только нормально, что мы вот этот пиар и всё остальное совмещаем вместе, и вот так... — Он такой был музыкальный больше, конечно. — Да, он был превосходный, по-моему, просто превосходный, — Да, мне тоже кажется, что это было что-то необычное. — Да, такой, ну, такая перформанса, или как это можно назвать, и Каспер Сролштейнс тоже написал суперскую музыку всему этому, и Эдита Лурини, по-моему, тоже, как сказать, вышла из любого... — Из себя, из себя. — Знаете, из такого красивого всё-таки, ну, как сказать... — Платье, да, ты выходишь, и оказывается, что можно и так, ну, просто супер было. — Ну, у вас была такая жизнь, весёлая, тем летом, с многими-многими приключениями, потом опять всё закончилось, опять мы зимовали как бы в полу... — Уже на больше, да. — Потому что, конечно, я объясню, что частному театру выжить в условиях, когда ты можешь продавать только меньше половины зала, это практически нереально выжить, я так понимаю, что вы не могли особо работать. И вы начали искать помещение, где вы будете сами себе хозяева, правильно я понимаю? — Ну, да, да, наверное. Не, ну, всё время ведь тоже казалось, что, ну, сейчас-сейчас кончится. Ну, сколько ещё? Но тогда, когда пришло время, что сейчас-сейчас кончится, оказывается, что становится всё хуже и хуже, да? — Да-да-да. — Ну, и поэтому, ну, да, вот как-то, как-то, я бы сказал, что вот улица Стабу, да, 18, где мы сейчас находимся, она, ну, как-то сама до нас добралась, это не было бы, не было так, что... — Вашим поиском, да? — Да, так абсолютно тенденциозно будем искать что-то новое. Ну, просто она так пришла, и мы подались, ну, и я думаю, что всё-таки это такое, было, как сказать, таким логичным, ну, скажем так... — А вы будете ещё играть что-то в вилле? — Я думаю, что да. — Она будет как площадка, да? — Да, да, опять как-то разогнаться, если будут, конечно, ну, новые работы или какие-то... — Ну, те же, например, петушки, вдруг вы соберёте, или это сложно? — Возможно, возможно. — Ну, то есть надо следить за вашей афишей, и, возможно, можно посмотреть двух прекрасных седовласых мужчин с большой мужской харизмой в спектакле по... — Ну, и, кстати, репертуар тоже мы планируем как бы только два недели вперёд, так и есть. — Ну, сейчас опять, да, ну, ладно, можно слушать, можно не слушать, опять там говорят о октябре, опять говорят, что... — Ну, ладно, это... — Ну, да, да, но в любом случае, да, так надо почувствовать то, что можно опять как-то так полно... — Полно... ну, как сказать... — Полноценно, да. — Полноценно, да, как-то опять разогнаться. — Помещение на стабу, которое намного меньше по размерам, вы хотели взять, я так понимаю, для того, чтобы там работать, собственно, да, чтобы не зависеть от тех официантов, которые бегают направо-налево, чтобы вы могли там спокойно готовить спектакли и потом играть, например, их там на вилле уже, да? — Или же в этом же помещении? — Нет, я думаю, что в этом... — Ну, что и так, и так, но, в принципе, всё-таки, ну, мне этой молодости в каком-то мере... — Сейчас хватило. — Хватило, да, я понял, о чём идёт речь. Такой, с моей точки зрения, мне там очень удобно. Ну, скажем, это место, где, если оставим, вот, не знаю, любой предмет на столе, тогда все люди, которые туда будут приходить, они все задумаются, это, наверное, там должно так и быть. Это не то, что так нечаянно кто-то что-то там оставил, да? — Там концентрация внимания есть, да, да, да. — Там другое слово, и все эти условия принимают и с ними, ну, живут, но... — Тогда расскажите мне про спектакль, которым вы её, собственно, открыли, теперь это место на стабу. — Да, это было, что это было. — Вот расскажи, Инга, это же твой спектакль, это было, как актриса. — Да, открыли мы, я, может, не с одним, но как бы с многими. Вот Кристина Витол у нас сделала по мотивам лекции Мамардашвили, грузинского филозофа, такой спектакль, такой, как бы я сказала, он не такой ежедневный спектакль для меня, как бы он очень другой спектакль, там мало говорим, как бы... — Вы бы играете с Леной Шмокстой? — Да, с Леной Шмокстой, да, мы вдвоём, две коллеги, и как бы это такой ежедневный, как бы такой процесс, который никогда не заканчивается, и он как бы циклично идёт... — Да, да. — Постоянный круговорот. — Круговорот, да, как бы об этом, и что там, вот в этом, когда идёшь куда-то, что происходит, или ты чувствуешь это, не чувствуешь, проходишь мимо, или зацикливаешься, ну как бы, я не знаю, это для меня как бы так. И очень, мне очень понравилось вообще работать с Кристиной, я Витола, ну наш режиссёр. — И мне тоже понравилось. — Она очень такой логичный и очень рациональный человек, но и очень такой с большой такой... — Душой? — Душой. — Чтобы чувствовать ваши эмоции, да? — Да, ну вообще как-то идеи творческие, у неё вот и рациональный очень ум, я вообще когда... всегда удивляюсь... — А звание спектакля? — Название спектакля — «Жажда сбиться». — Жажда сбыться. — Сбыться. — А, ну да, я не понимаю. — Жажда того, чтобы случиться. — Чтобы случиться, да. — Да, сбиться. — Да, это как бы тоже цитат из «Мамардашвили» этой лекции. Итак, этот спектакль, кстати, я понимаю, с Каусом тоже «Мамардашвили» родственница с... — Ну и его дочь, у нас сейчас с нею, скажем, ну такой, ну, хороший контакт. — Может, и в Грузии, может, посмотреть. — Есть некоторые идеи, да, как это всё, потому что спектакль сам там действительно там один или два... — Да там нет, по-моему, слов. — Там практически нет слов, мы даже, мы показывали его тоже, ну, скажем, украинцам, потому что действительно он был, ну, вот в конце вот прошлого, получается, сезона, потому что он, скажем, без слов, и вообще-то, конечно, он очень хорошо воспринимается. — Да, и лекции же звучат как музыка. — Да, она, да, да. — Кстати, знаете, что интересно, как бы очень большой этот диапазон между возрастом, потому что мне приходили вот подруга с сыном, восемь лет ему, и вот приходили люди даже... — Старше. — Вот Калвиса дедушка с бабушкой, у них восемьдесят девять и девяносто лет. — Девяносто. Потому что у вас там есть, вот как мне кажется, у вас там есть вот эта философская база, которая открывает какие-то, ну, для каждого человека возможности ощутить какие-то и пережить, о чем-то подумать и что-то вспомнить. А визуально это похоже на такую очень крутую европейскую клоунаду. — Я вполне согласен. — Да, 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 да. — А вот именно перформанс, это есть такая традиция в Европе, вот такие вот спектакли, да, и где вы не боитесь быть смешными какими-то, неуклюжими, странными. Две прекрасные актрисы абсолютно, которые очень такие мультяшные практически персонажи, как из мультфильма, как из «Картонс». Мне кажется, вам точно надо смотреть на следующий год и ехать в Динбург, вы получите... — А, в Динбург мы были, кстати. — Мы как раз позавчера оттуда приехали. — Приехали. — Но в любом случае, не-не, насчет этого спектакля есть такой, ну, скажем, ну, как сказать, после лета, да, после отдыха есть такое вот для себя, мне такой все-таки такой один из таких целей все-таки, да, его стараться, вот именно этот спектакль кому-то отвезти, показать, потому что он действительно, я думаю, что он такой, ну, каждому очень на пользу. — Ну, он настоящий спектакль, потому что в нем есть все, что нужно спектаклю. Там есть и актерская игра, и придуманный, ну, как бы сюжет, да, хотя вроде он... Он при этом постдраматический спектакль, потому что в нем нет драмы, как бы попривычной, да, пьесы нету. То есть он такой, он абсолютно, ну, как бы сказать, современная классика, вот на мой взгляд, да, вот с этой актерской игрой, как я сказала, европейской колонадой, такой чуть-чуть, да, и при этом он там и трогательный, там где-то поплакать даже хочется, при том, что постоянно там вы не даете расслабиться и смешно, и всякое. И мне кажется, что, вот я вот сейчас говорю, и говорю, всем идите, ловите. — Во-во-во-во, жажда сбыться. — Жажда сбыться. — Вилла-театр. — Но ваше название так и остается через давно. — Да, 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 да. — Вилла. — Кто-то нам писал, что мы как вот Римий, маргарин или что-то. Ну, как бы эти все, но мы очень... — Ну, вы отпочковались просто. — Да. — Как у дерева, такая почка пошла. — Да, и все уже. — Через пол Риги прошла и проросла в другом месте, да? — Вот. Я тогда быстро еще вот как бы про Магду Эву расскажу. Это, ну, уже другое такого, ну, не масштаба, как бы, но... — Вида. — Вида спектакля. Это действительно драматический уже Дир Цецис сделал. Мы, кстати, очень долгий путь был к спектаклю, потому что мы начали репетировать его. Ну, там уже смотреть эту... — Как это? — Луга. — Пьесу. — Пьесу, да. Я с Этисом и Элиной как бы только как началась пандемия. Я помню, еще были эти локдауны. И нам нужно было, если там, ну, как бы там с временем у кого... Вот нужно было кончать где-то пол седьмого, чтобы успеть еще дома там с поездом, или как, ну, как бы успеть до восьми часов дома. Было как бы... И да, вот... И... Ну, там, деньги не дали, мы все равно репетировали и так, так, так. И в конце как бы... — Не, ну, в конце концов и на мои деньги все-таки тоже дали. — И все-таки, да. — Да, культура, капитальный фонд. — Мы один раз подавали второй и третий. — И третий. — Настойчивость. — Настойчивость, да. — Приводит к результату. — Но сейчас действительно, и я бы сказал тоже от этого спектакля как-то, ну, очень такие... — Ожидания у вас есть, да? — Ну, и ожидания, и мы все-таки, я думаю, что такие профессиональные, очень хорошие отзывы. И о актерах, и о самом спектакле, действительно, я думаю, что, ну, как сказать, такого уровня вот именно отзывы, как вот, ну, как сказать, как драматическому, не как, скажем такому, ну... — Не как фринджовому, которые вот, ну, как бы, вот я называю, я некоторые спектакли называю, они такие в формате фриндж, когда они доступны разным людям, когда они практически без пьесы, без языка, постдраматические какие-то эксперименты с одной стороны, с другой стороны, они очень профессиональные, очень глубокие, сильные. — Вот, 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 именно, да. — А есть еще такой, как бы, театр, за которым люди идут. — Да, классика. — Пьеса, актеры, все разобрано. — Да, классика, классика, да. — Ну, вот, вот этот, с точки зрения вот такой классики, я бы сказать... — Ну, пьесу мы эту все-таки, мы разобрали все-таки, там половина, ну, как бы, да, там было слишком много. Мы фокусировались на дверь женщины. — Там и по пьесе, наверное, было 7 или 8, да. Но в любом случае, да, сами отзывы, да, и вот, скажем, этот, ну, такой, ну, как сказать, ну, мы получаем, да, очень такой хороший... Мне кажется, как бы, для меня это, как бы, пьеса про того, чтобы, и это, конечно, как бы, очень сейчас актуально, ну, не нравится мне этот актуально, но, как бы, это для всех времён, мне кажется, очень важно подумать, что, если ты что-то сделаешь, что, как бы, что это потянет за тобой. Как это вернётся к тебе тоже, да? Как это вернётся, как ты это скушаешь, или просто, ну, что ты будешь с этим, как бы, багажом делать? И что самое... Ну, это очень такая опасная, ну, да-да, опасная такая... Как бы, главное, что ты можешь это понять только иногда в конце, потому что, вот, как Магда... Пока ты шёл, да, всё казалось хорошо, да? И вдруг нет, и ты, вот, чувствуешь, что всё, только один этот шаг, и тебе, как бы, всё... И ты пошёл в другую сторону, да? Да, и ты уже всё-таки не, как бы, happy end, а всё-таки тебе нужно это всё увидеть, тебе проходит вся жизнь, и ты понимаешь, как бы, что... Ну, да, нужно было действовать иначе, как бы... Значит, два спектакля у вас уже в репертуаре здесь есть. И вы открыты в сотрудничестве, и ещё будет спектакль. Да, нет, у нас ещё... Нет, мы ещё, в любом случае, есть ещё планы. У нас, действительно, у меня такая очень большая, даже, я бы сказал, ностальгия по рассказу «Одной любви», да, это Светлана Алексеевича, документальная проза, да, и Варис Пентис, по-моему, с Эдгарсом сам, и ты сам, и Элина Бояркина, и сделал тоже превосходный один, ну, вот, именно спектакль, с чем мы начали, да. Но он тоже, ну, как и большинство за последние два года, он так и не получил свой, я думаю, что такой, ну, свой путь он ещё не прошёл, я бы так сказал, да. То есть вы можете его возобновить. Да, и ещё даже есть возможность, что есть такая мысль о том, что его сделать тоже и на русском языке, потому что, как-то, мне кажется, что театр, ну, это такое, ну, как сказать, это на всяких языках говорящий такой организм, да, и ещё у нас есть, и ещё, может быть, есть идея о том, что как-то привлечь именно тоже иностранных, может быть, может быть, туристов, которые могут, ну, скажем, тоже включить в свой такой список, да, вот, ну, это ещё. Но Мордашвили вы точно можете на иностранстве продавать. Да, 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 мы можем, да, да, но в любом случае, да, да, есть такие планы и что-то, ну, что-то из того, чтобы... Ну, и не знаю, если мы так рекламируем или как бы рассказываем, я хочу... Не надо рекламировать, нет, я думаю... Мы хорошие вещи рассказываем. Почему же не про рекламировать? Почему людям не рассказать о хорошем? Нет, просто у нас тоже нечаянно пришли очень, ну, такие приятные люди, как бы, Анта преды, и Айгар Сузолинч, и её муж, как бы, сценограф, и Анта как режиссёр. Вообще у нас мы работаем с очень хорошими, ну, как бы, приятными. Мы хорошие люди вообще. Нет, хорошая компания у нас всегда, как бы, и тут тоже. Заманивайте. Да, нет, нет, точно, ну, как бы, и Магдуэйву, тема такая тяжёлая, а как бы, тоже репетировали очень, так приятно, и так... Ну, да, и мы сделали тоже, будет открытие, как бы, этого сезона, Аугуст, который не ест суп, так называется. Ну, Аугуст, это тогда мальчик, который не ест суп. А Хенрикс, ой, я сейчас посмотрю, конец девятнадцатого века, как бы, писатель, он был даже психиатр, Хенрикс Хоффманс написал такие стихушки маленькие, или рассказочки, где в каждом про какую-то тему, ну, не знаю, главное, там, невоспитанный какой-то очень ребёнок, или, как бы, и, ой, ну, ты, ну, на эту тему смотришь не как бы так дидактично, но как бы её выигрываешь, и тогда вот зритель сам может посмотреть, а, вот если ты делаешь так, то это выглядит так в конце. Если ты такой, ты можешь, вот, стать змеёй такой. Ну, скажем, Хенрикс, он был, наверное, немножко, вот его, вот эти, ну, стихи, на которых это всё основано, это немножко перед Максом и Морритсом. Даже Максом и Морритс тоже, он такой, ну, вот смотришь, а, ну, так, ребята, ну, он немножко перед этим, потому что он, наверное, сам считал, что он, как психолог, он считал, что, скажем, что, ну, что в то время вообще о детьми, о детях и всё, что с детьми связано, что это как-то стандартно, ну, дидактично и очень так, ну, шаблонски. Да, 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 очень правильно, да, что и сейчас в каком-то степени так есть. И вот Анта как раз, да. Человечество, видите, полтора века уже пытается уйти от этого, от этой дидактичности. Да, 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 вот, 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 и мы тоже, вот, вот, тоже куда-то стараемся в эту сторону идти, и Анта вообще считает, что театр это только для детей, и, по-моему, очень хорошо и это получается, и это вот будет тоже такое... Да, это ура, потому что прям очень хочется, чтобы было что-то интересное для детей. И даже две части, как бы. Две части. То есть вы будете маленькими спектаклями двумя играть, да? Нет, две, ну, один с перерывом. Когда можно будет сесть с мороженое посерединке и опять смотреть, как вот это всё в итоге... Да, 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 да. И выпить лимонад, да. Ну, такое, я думаю, хорошее. Мы с Гатти, с Гатти сам Гагом. Да. Там Гатти сам Гагом. Да. Да. А, ещё о хорошем, это Вариса Пинтису есть для подростков, я бы сказал. Для детей и подростков очень такая, ну, да, тема, как она она называлась? Пилный слодзе. Полное, ну, как это на русском сказать? Пилный слодзе. Пилный слодзе. Да, это, в принципе, да, это такой из самого Вариса жизни, потому что он подаёт барабаны, да, в некоторых школах, и он там, как сказать, всосал в себя все всякие вещи интересные. Интересные, да, и вот сейчас Рихард Зелезневс выигрывает в трёх разных таких, в четырёх матчах помещается, и вот эти все перформансы, которые... Особенно это интересно, что это будет у вас играть Рихард Зелезневс, который один из самых многообещающих был на выпуске несколько лет назад. Нет, он превосходный, я на куклном театре тоже видел, да, у него какая-то внутренняя свободность очень хорошая. Ребята, вот я сижу с вами и 45 минут улыбаюсь. Вы сказали, что у вас чудесная атмосфера, поэтому я призываю всех, кому интересно, следить. Какой сайт у вас на Фейсбуке? Вилла. На Фейсбуке, да. Вилла Театрис, адрес 118 во дворе, там маленький подвальчик, найдёте прекрасное место, где люди любят театр, любят зрителей, любят то, что делают сами, любят всех своих коллег, и это чувствуется в вашем разговоре. Вы пришли такие два светлых человека, и вы солнце набрались за лето, и теперь будете им делиться со всеми в течение сезона. Я вас поздравляю с началом учебного года, я вас поздравляю с началом сезона, и желаю вам больших успехов, чтобы театр был со зрителем, чтобы вам было всем общаться. Мы на это очень-очень идём и надеемся в каком-то моменте. Но мы ещё с вами потом поговорим о следующем, ладно? Я очень рада, что в Риге появился ещё один независимый театр. Это очень непросто делать, но это очень всегда вдохновляет. Да. Для меня тоже были какие-то моменты, где кажется, ну очень-очень-очень всё сложно. Тогда мне один человек, мой папа, сказал, ну ты представь сам, ну сколько людьми в Латвии вот есть такая возможность. Я так думаю, ну да, наверное, довольно мало. Но давай как-то будем стараться дальше. Будем дальше делать как-то. Хорошо, давайте на этом вас поздравим. Спасибо большое программу «Деван тракта». Театр Вилла. Да, всего хорошего. Ата. Ата.